Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Несмотря на то, что нет Рижской Думы, тем не менее, есть временная администрация и сегодня напомнила о себе долгожданное, может быть, какое-то решение, хотя не все довольны, все ожидали, что все-таки все льготы будут возвращены. Тем не менее, случилось то, к чему, к примеру, призывал нас сегодняшний гость, который у нас в студии, это экс-мэр Риги Олег Буров. Вот, сидя здесь, вот за этим же столом, в этой студии еще, по-моему, и 2, и 3 недели тому назад, вы, Олег, неоднократно призывали к тому, что, ну, чтобы вернули его. Добрый вечер всем! Да, Бек, мы говорили с вами, если так говорить точно, о том, что это нужно сделать еще в марте, потому что я могу сейчас сказать, да, вот, ну как, если бы у меня была такая возможность, я бы все-таки сделал следующее. Понятно, что с вирусом пенсионеры, это, ну, такая более незащищенная группа, да, их нужно более защищать, и поэтому понятно, во всех странах какие-то были призывы сидеть дома, ограничения, ну, например, в Москве, насколько я знаю, людей старше 65 лет вообще, ну, запрещали пользоваться метро, да, нельзя было заходить в метро, и ограничения, ну, например, в той же Москве были довольно жесткие вообще для людей по выходу, да, то есть, в данном случае такие ограничения должны были быть, но я с самого начала говорил еще в марте, правильнее было бы тогда в марте разрешить пенсионерам бесплатно ездить в общественном транспорте с 10 до 3, потому что мы с вами видели весной, как автобусы, троллейбусы, количество маршрутов уже сохранили тоже, да, и в принципе там сидело пару человек в общественном транспорте. Да, там было полное социальное дистанцирование, да, и тогда мы могли это сделать, пока не менее до 5 часов, до полпятого, да, и мы с вами неоднократно говорили, что это нужно аптека, получение пенсии, в магазины, процедуры, лекарства, да, это нужно было, необходимо. Тогда, ну, так скажем, негромко, неофициально отвечали, да, мы хотели это сделать, но у нас не получилось, потому что это технически невозможно. Вот у меня вопрос, а сейчас стало возможно технически? Вот сейчас, мне кажется, нужно было бы полностью отменить все ограничения и разрешить возможность пенсионерам ездить бесплатно в общественном транспорте, потому что разговор о деньгах это как ограничивающая мера, чтобы ездили меньше в общественном транспорте. Во-первых, начали больше работать в поликлинике, и пенсионеры, как и все остальные рижане, начали больше посещать медицинские учреждения. Я знаю, что, ну, очень многих, вот это назначение, например, на анализы, оно идет на голодный желудок, если это анализ крови, на голодный желудок, часто улицы, анализы сдают в 8 утра, поэтому это абсолютно мотивировано, да. Дальше, мне звонили многие пенсионеры и говорят, вот нам нужно ехать на наши огороды. Для них это не просто времяпровождение, это, извините, ну, это может громкие слова, способ выживания, да, но это очень серьезное подспорье, ну, скажем, в ежедневной жизни, потому что там растут какие-то овощи, за этим нужно ухаживать, там открывать теплицу, закрывать теплицу, и поэтому нужно с утра поехать, вечером поехать. Поэтому в данном случае, и когда мы говорим, да, в общественном транспорте можно ехать, но нужно прикрывать хотя бы платком. Но мы с вами прекрасно знаем, вы уж извините меня, радиослушатели, но самые дисциплинированные люди всегда, везде, это были люди старшего возраста, да, потому что молодежь, конечно, она может на многие процессы смотреть, ну, более так легко, да, то есть пенсионеры... Если им сказали, прикрыть лицо. Ну, это ни для кого, не секрет, когда пенсионеры со своей скудной пенсией заплатят за квартиру, заплатят за все коммунальные услуги, и потом уже отказывая все в последнем, живут до следующей пенсии, да, но зачастую у других людей создаются долги, более такое отношение, поэтому в данном случае, если бы было сказано, ну, как-то все равно избегайте проездов с утра и вечером, да, но прикрывайте лицо, это бы было сделано. Ну, сделано так, как есть. Что мы сейчас с вами можем сказать? Ну, хоть спасибо за то, что есть такое первое решение, но я лично жду, что 9-го числа, когда государство, скорее всего, 9-го июня, это будет через вторник, да, или это понедельник, вторник будет, да, отменит, отменит чрезвычайную ситуацию, тогда, мне кажется, автоматически нужно отменить все любые ограничения, ладно, там два метра эти остаются, но разрешить возможность пенсионерам ездить. А школьники, вот тоже интересно. Потому что вот мы сейчас еще, ну, закончим о школьниках, мне за это время, ну, та же вот газета, где вы тоже трудитесь, опубликовала мой телефон, и мне все, кто звонили, я могу сказать, звонило много, это звонили только пенсионеры, я могу сказать, только по одному вопросу, по вопросу бесплатного проезда, и все они мне называли свои пенсии, и этот размер пенсии, близок к прожиточному минимуму или ниже прожиточного минимума, поэтому на самом деле нам нужно так, говоря о том, что, ну, вы знаете, нам там не рекомендовали, мы же с вами в студии тоже говорили пару недель назад, хотелось бы видеть вот это заключение господина Перевозчикова с Лыми и Беспрофилаксисцентра, где черным по белу было написано, не рекомендуем, да, ну, вот в данном случае нам нужно думать, что вот борясь здесь такими вопросами, подстраховываясь, мы бы не потеряли гораздо больше, что с этим людям на самом деле тяжело, говоря о школьниках, здесь я вижу, но в известной мере отсутствие логики, с одной стороны, говоря о летнем, ну, время проведения школьников, мы говорим о том, что, ну, скорее всего, вот эти недельные, месячные лагеря, это вряд ли правильно, если будут, там нужно сохранять очень много всяких условий, но вот дневные лагеря, это вот, это окей, да, пусть дневные лагеря будут, и на самом деле в Рижской думе запланированы деньги на дневные лагеря, за счет, на сегодняшний момент, кстати, работы школьников, в летнее время, об этом мы, может быть, немножко попозже поговорим, и дневные лагеря в Риге проходят, где? В спортивных школах, в общеобразовательных школах, в разных местах, значит, мы допускаем, что там дети могут собираться, как детям попасть в эти лагеря, передвигаясь или на личном транспорте родителей, или, конечно, на велосипеде, если это рядом, или в основном, как это реально и будет, на общественном транспорте. Общественный транспорт, мы говорим, нет, ребята, за него платите полную сумму, но позвольте, тогда нужно это было бы тоже разрешить, почему нужно платить полную сумму в общественном транспорте, это средство для ограничения передвижения, но если мы делаем лагеря и говорим, приезжайте в эти школы, значит, мы это допускаем, поэтому здесь я вижу, ну, такую, выражаясь старым языком, недоработку, мне кажется, что это неправильно, непродуманно, потому что, если мы, родители, будем в общественном транспорте посылать своих детей ездить, и это будет даже два транспорта, то это четыре поездки туда и обратно, это неправильно, я очень надеюсь, что все-таки это решение будет изменено. Последнее, вот завершая эту тему, что есть положительное, слава богу, вернули часовой билет. Это очень важно, что часовой билет вернули, потому что понять вообще, почему его в свое время отменили, я думаю, что это было никому не понятно, слава богу, что это сейчас сделано, это тоже большое подспорье для работающих людей. Да, вот, если уж мы заговорили о временной администрации, и так, чтобы эту тему, может быть, закончить, перейти к другим актуальным темам, тем не менее, мы видим, что, ну, если не каждый день, то каждую неделю какие-то кадровые решения временная администрация принимает. Понятно, что рижане в повседневной жизни у них достаточной проблемы особо не следят, вот так вот, в нюансах, да, но видно, что постоянно там какие-то директора меняются, управление там. Ну, приняли, вчера прошла информация, прошу прощения, что перебил, о том, что три директора департамента. Да. Сегодня какой-то директор энергетического агентства снят с должности, да, тот... Сняли, да? Да, сняли, да. Это я не знал, не успел посмотреть. Мое личное мнение, как человека долгие годы, который работал в Думе, который руководил Думой в последнее время, до этого был директор департамента. Я могу сказать про директору финансового департамента Улдес, Ракстен, Шон, многие годы молодой человек, который уже многие годы отработал в Рижской Думе, я оцениваю это назначение положительно, я могу сказать больше, я его назначил исполняющим обязанности директора департамента, когда предыдущий директор департамента ушла на пенсию. То есть это профессионально? Я его оцениваю профессионально, это я сразу же могу сказать, не политизированный человек, человек, который мне нравится, он может политикам сказать нет, а я считаю, в свое время очень хорошо помню, когда много лет тому назад бывший мэр Андрис Берзенович мне говорил, когда еще был начальником управления, директор финансового департамента, он должен так высоко на полке держать этот мешок с деньгами, чтобы нам, политикам, было не так просто до него дотянуться. И я думаю, это очень правильно, это нелегко, дорогие радиослушатели, руководителю, мэру, политику сказать нет, но это правильно, это нужно говорить, и когда, например, на мои вопросы он мне говорил, денег нет, здесь нельзя, это неправильно, или подожди, тогда нам нужно что-то поменять, я с этим считался, я его оценивал как профессионал. Назначенный директор департамента развития, я в свое время отстранил одного работника, который исполнял обязанности директора департамента развития и поставил Илза Пурмала на эту должность, ну, того от товарища я отстранил от должности, главным образом за одну фразу, когда он сидел в моем кабинете, я еще тогда был вице-мэром, и на вопрос, почему вы думаете только о ремонтных работах, вам же нужно заниматься привлечением денег, европейских денег, ты руководишь департаментом развития, он сказал, а если другие будут, мы будем искать деньги для других, если другие будут заказчиками и все ремонтировать, зачем мне тогда здесь работать? Ну, я так удивился такой фразе, ну, я сказал, тогда может быть, иди работать в Рига-Сатекс, мы там места освободились, там КНАП помог продвинуть каких-то людей, тогда иди, работай там, не знаю, долго ли ты пройдешь, но настолько было такое, крик души у товарища, да, в кабинете вице-мэра, что он меня просто поразил своей откровенностью, я такое не слышал, вот, и, ну, в принципе, такие фразы запоминаются, и, ну, специфика, человек, который исполняет обязанности, сегодня ты исполняешь обязанности, завтра тебя можно просто отодвинуть, для этого не нужен ни профсоюз, ни какие-то решения, я поставил человека, который долгие годы работала, Илза Пурмала, ее, я думаю, знают все архитектора, многие, ну, кто занимается в этой области, это абсолютно технический, профессиональный человек, человек, очень здравомыслящий, который занимался планом развития города, которая не хотела быть директором департамента, я ее уговаривал, она сказала, я не хочу первый раз, но вот сейчас все-таки как-то она, она решилась, потому что она говорила, если я стану директором департамента, она, наверное, уже следующая остановка на выход, потом политики меня сменят, но это на самом деле тоже не политическое лицо, директором департамента образования назначен Морис Красненьш, у него большой опыт в госуправлении, его последняя известная должность, он был руководителем бюро премьера Кучинского Мориса, он был, он был, он работал в министерстве образования, работал в Араме, я его не знаю, но о нем положительные отзывы, ну что я могу сказать, мое личное мнение, жаль, что мне не удалось сразу же после того, как предыдущий директор департамента Гонтес Хелманис ушел на пенсию, сразу же тем же постановлением Думы не назначить на эту должность Ивора Баламовского, который долгие годы был замдиректора департамента, руководил управлением образования, я считаю, что он и должен, и мог быть директором департамента, увы, но не получил такую поддержку в свое время у госпожи Алдермана, которая руководила комитетом, мне это жаль, но он профессиональный на самом деле человек, один из самых лучших специалистов, профессионал в области образования, могу сказать, в Латвии, но он остается на своей должности, будет отвечать за школы, однозначно, директором образования должен быть тот, кто будет лобби школ, потому что в этом департаменте самое главное это школы. Да, вот говоря вообще о ситуации, которая будет после завершения вот этого режима особого 9 июня, понятно, вы об этом тоже неоднократно говорили, что на этом кризис не закончится, много пострадавших от этой пандемии, я имею в виду экономически пострадавших, в том числе и в Риге, и когда мы слышим, а мы слышим об этом постоянно из уст правительства, что вот мы выделяем на борьбу с кризисом 2 миллиарда, потом уже 4,5 миллиарда, но вот как вы это все оцениваете и вообще ну ваше мнение, ваш прогноз Риге, вот Риге что-то с этих денег достанется? Ну дорогие рижане, Риге нужно много миллионов, да, миллиард не помешает, да, если говорить серьезно, я думаю, что в принципе это правильно, когда говорится о том, что часть из выделенных денег, а Евросоюз напечатал триллион, два триллиона, много, да, ну много, да, или один, или два триллиона, это уже что-то сумма, печатная машинка во Франкфурте работает исправно, да, да, и естественно, часть из этих денег упала и в нашу страну, то естественно, абсолютно правильно, что они идут на разогрев экономики, потому что на то же строительство, когда это места, это рабочие места, и что очень важно, если мы говорим о строительстве, в Латвии в начале кризиса, я говорю про коронавирус, приехало много людей, вернулось за границей, которые работали за границей, я думаю, что сейчас часть из них смотрят в ожидании нам оставаться здесь, нам работать в стране, у себя на родине, или нам уехать за границу, и здесь смотрят, потому что все-таки вот этот вирус и все эти месяца несколько прошли в Латвии легче, чем может быть где-то за границей, и естественно, лучше такие вещи переживать у себя, где сидеть изолировано, там, в каких-то чужих четырех стенах, поэтому нам важно сейчас очень быстро сделать это предложение для этих людей. Говоря о городе, ну на сегодняшний момент, то, что я знаю, выделено порядка будет 13-15 миллионов на программу энергосбережения, это для школы, может быть, в следующий раз в студии я возьму и скажу вам список тех школ, которые будут утепляться на следующей неделе будет объявлен один конкурс, это на 4 миллиона, где будет запланировано утепление фасадов школ, дальше будет конкурс на примерно 4, тоже миллиона, который будет разделен на три лота, на три конкурса по утеплению крыш в школах, и дальше будет конкурс примерно на полтора миллиона объявлен, на регуляторы для батарей, которые позволят регулировать тепло на отдалении, например, с айпада вы можете регулировать тепло, уменьшать температуру, увеличивать в разных помещениях, например, в спортивном зале она может быть меньше, температура в классах больше, это позволит экономить отопление, ну, например, брать, например, французский лицей, это новое отремонтированное здание на Бриана и Валдемара 48, там экономия 30%, вот, это тоже сейчас, вот это три конкурса, потом пойдут утепления, конкурсы на утепление еще других зданий, например, дом культуры в ЛГЦМСе, еще ряд других зданий и детские сады, потом конкретно адреса я, может быть, скажу Рижанам на следующей неделе, это я просто знаю, потому что это делает департамент имущества, на эту тему тоже говорили, консультировались, я в курсе этого, да, вот это одно из таких, что это, конечно, очень недостаточно, о чем нужно думать, в первую очередь, конечно, это улучшение инфраструктуры и транспортной инфраструктуры, естественно, у нас запланировано, я надеюсь, что начнемся все-таки летом, в начале лета ремонтные работы по той же улице Чака, по улице Бруненеку, если бы на это выделили бы вот эти деньги дополнительно, было бы неплохо, тогда другие деньги можно было бы просить на более мелкие ремонтные работы на другие улицы, что еще нужно было бы, у нас есть проект восточной магистрали, он очень важен для того, чтобы все-таки, если бы у нас не будет, ну, такое полное круговое движение вокруг города, то хотя бы какой-то, ну, извините, полукруг, да, нам очень важно, это вот аустро-магистрал, и она очень важна, почему, да, тогда у нас транспорт, который тоже направляется с порта, он может не заезжать уже в центр города, не передвигаясь на красоту, он может уже пойти вокруг, и тогда у нас на Кунзенцало будет мост, вот этот, который сейчас строят по заказу порта, Мангалю Парвац, где сейчас, вы видите, срубаются деревья, сосны на Вестеру проспекте, это все готовится для того, чтобы там нужно начинать вот делать этот путепровод через железную дорогу, поэтому вот это очень все важно. Говоря о восточной магистрали, она запланирована, деньги есть, европейские деньги, но не на весь проект, потому что часть проекта из-за того, что очень большой процент нужно финансировать в Творческой Думе, она отменена. Вот если сейчас будут на это государственные деньги, это будет очень важно, тогда у нас получится полная восточная магистраль. И, безусловно, есть другие проекты, тоже касающиеся инфраструктуры, это дублер, улица Бриви, это со стороны Эзермала, с Яунцем на Гатву пустить, которые дороги были бы очень важны. Я считаю, что в первую очередь деньги вот такие нужно пустить на транспортную инфраструктуру, не говоря уже о мостах. Олег Буров, у нас в студии, приявимся буквально на пару минут, как раз есть возможность обдумать свой вопрос, будем их принимать. Ваши вопросы по телефону 612-1939, работает и WhatsApp, не переключайтесь. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Олег Буров, у нас в студии, давайте, может быть, начнем вторую часть звонков радиослушателей. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Диана, и я хотела бы вопрос задать по поводу школ. Недавно вышел закон о том, что расфермуруют школу Ластадия, наверное, вы знаете, да? Да, знаю. Специальную школу, а также еще три школы в Риге, специальные школы, переименовали в простые школы. Естественно, зачем платить больше, когда можно на простую школу меньше выделять. И вот эту вот с Ластадии дети перейдут в 75-ю школу, которая за Лидо. А вы спросили нас, родители, вот мои дети там учатся, а хочу ли я такое соединение? Во-первых, это специальные дети, к ним нужен особый подход, их нельзя соединять и вписывать в программу совсем другую, да? Вы теперь вынуждаете нас забирать детей своих из этой школы и искать для них другие школы. Вот уж спасибо вам за такое, это вы так заботитесь, да, Рижанах. Спасибо большое, но это, видимо, крик души не коллегу Бурову. Вы же не понимали это решение. Я тут полностью спасибо, что я многие вещи сейчас говорил конкретно. Это то, что я знаю. Да, я в курсе того, что это сейчас происходит, но здесь, скажем так, моей роли нет никакой, потому что это решение, которое было принято сейчас. Да, я знаю эту проблему, то, что помещение в школе Ла Стадзия стояли полупустые и думалось, что и как с ними сделать. Я понимаю, о чем вы говорите. Я хорошо знаю 75-ю школу, потому что мы ее последние годы ремонтировали, и я знаю хорошо директора вашей школы госпожу Кашину. Она, я считаю, сильный директор школы с большим опытом, и как-то у меня всегда была позиция, что вашу школу именно нужно сохранить как среднюю школу, не делать основной школы, если говорить о каких-то проектах инфраструктуры, естественно, у вас нужно сделать площадку, территорию школьную. Да, я знаю, но видите, как это решение принято сейчас временной администрацией, департаментом образования. Я думаю, что правильно вам сейчас, конечно, поговорить с директором школы, как она эту ситуацию видит. По поводу ликвидации названия, сейчас как таковых специальных школ по закону не может быть, поэтому они все меняют название, просто нет таких специальных школ, поэтому это все, это хуже, потому что нам это менее выгодно городу, потому что они, будучи специальными, получали госфинансирование, сейчас не будет госфинансирования. Ну, то есть, это уже решение парламента по существу, да? Да, это решение, это закон. Так же, как есть еще одна вещь, больше вы не видите такое название, как вечерняя школа, и поэтому сейчас вечерняя школа как таковая есть, но они не видят название, да, и поэтому, в принципе, вопрос в том, что останутся ли все такие вечерние школы в городе, да, ну, конечно, такие наиболее большие они останутся. Вот вернемся все-таки к тому, той теме, которую вы затронули, это волнует очень многих, я помню, что был план, и он реализовывался, по крайней мере, пока вы были мэром Риги, это вот приведение в порядок внутриквартальных дворов, очень многие люди жалуются, обращаются, и сейчас летом, когда вот видно вся картина, она очень... Ну, вот, Абик, вот вы видите, вот, извините, опять вас второй раз перебиваю, вот вы видите уже, как рижанина, как человек, который ведет регулярно передачи о городе, вам, в принципе, не нужно работать в Риге, не нужно получать зарплату, вы видите, куда можно было бы эти государственные деньги потратить, да? Абсолютно верно. На сегодняшний момент выделены деньги в этом году 2 миллиона евро на внутриквартальные ремонтные работы. Они сейчас должны начаться, может быть, уже где-то начались, в трех исполнительных дирекциях, это в основном не асфальтирование, это брусчатка, это будет происходить. Еще много, где это надо было бы сделать. Если бы сейчас были выделены бы деньги, например, еще там хоть 5 миллионов на внутриквартальные дороги, я вас уверяю, они были бы освоены. Почему? Потому что очень быстро, легко подготовить объемы, объявить конкурс, и, например, до октября эти бы работы были закончены. Парки города. Я говорил много раз, будучи вице-мэром, мэром, о том, что нужно сделать программу, и сейчас уже, да, о том, что нужно сделать программу по приведению в порядок парков, так как я это делал со школами, когда мы вот по программам меняли окна, меняли канализацию, там, территории, фасады утепляли и прочее, 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 да. Также нужно сделать по паркам. Мы видим, в каком состоянии у нас находится брусчатка, в страшном состоянии, например, в одном из наших самых красивых, самых больших парков, это Эспланада, да. И сделать эти объемы, и все это заменить, это все было готово, я попросил, чтобы департамент имущества все это подготовил для департамента жилища и среды, все это было подготовлено, результат, деньги не были выделены. А таких парков много, например, парк Аркадия, верхняя его часть, верхняя его часть, там трамвай подъезжает, где, около моста, там много гуляет народа, молодые мамы, пенсионеры, много гуляет людей, да, но что я хотел сказать, проблема, плохой асфальт, поэтому гулять довольно трудно, и вторая, одна из самых главных проблем, вообще нет освещения. Если нижняя часть парка, где каналы сделаны, ну, уже, там, наверное, лет 15 тому назад, очень хорошо, там состояние хорошее, верхняя часть плохая, вот это все сделать, можно было бы легко, просто и быстро, просто нужны были бы деньги. Ну, в данном случае, вот такой инициативы нет, посмотрели, ну, где проекты, проектов нет, ну, тогда пошли дальше. А в принципе, здесь можно было сделать, вот есть такое заключение, фенкрашота реновация, да, вот по такой упрощенной реновации. Почтейшая, да, Ну, я могу сказать, Центра спорта квартал на Крышенбаре, на бывший стадион, все рижане знают, большой комплекс, мы его сделали, дорогие рижане, за 4 месяца, разделив его на 11 маленьких проектов, не потратив деньги на проектирование, саму идею разработали мы сами в департаменте, такой общий труд, ни на это не потратив ни копейки городских денег, и за 4 месяца все это сделали. Почему здесь нельзя сделать таким же образом? Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы на такие проекты. И заканчивая, может быть, эту тему, говоря о больших проектах, на что обязательно нужно смотреть городу, это еще раз хочу сказать, это Райл Балтик, да, насколько я понимаю, уже в начале следующего года, в конце этого, думают начать какие-то ремонтные работы, связанные с центральным... Будут ломать и крышить город. Такое ощущение. Да, но ломать не строить, но очень самое главное, то, что я на самом деле призываю всех об этом подумать, смотреть, чтобы не получилось так, хотели как лучше, получилось как всегда, потому что если за эти деньги, за эти сотни миллионов, нам с вами сделают, да, новый вокзал центральный, да, но это будет просто железная дорога, но были железнодорожные пути, которые будут пересекать наш город, и на этом все закончится, это будет глубочайшая ошибка, за которую нам будет стыдно потом перед всеми остальными потомками. Нам нужно эти миллионы использовать как проект развития для центра города, для Пардаугова, для того, чтобы улучшить вот всю эту ситуацию с инфраструктурой. Есть конкретные предложения, есть конкретные решения, но дополнительно, то есть сумме, которая выделена Евросоюзом на Райл Балтик, нужны еще дополнительные деньги. Эти деньги тоже должны быть европейские, и сумма по центру города, она известна, эта сумма немногим больше, чем 100 миллионов. Сейчас разрабатываются испанские архитекторы, которые работают по заказу государства, разрабатывают ряд узлов для задвинья, там тоже будут дополнительные деньги, и очень важно, чтобы это было. Конкретно, ну, я просто могу сказать, вот заканчивая это, для жителей Золи туда, им это очень известный вопрос. Вопрос пути провода в районе Вольво, через центра, через железную дорогу. Земля городская, все сделать, все очень легко и просто. Пробки всегда. Просто взять и построить, это очень важно, да. И дети, которые бегают, например, в ту же Золи Туцкую гимназию, в бассейн, да, и переходят туда, это вопрос безопасности, когда через железнодорожные пути. Пробки, абсолютно верно, стоят на железнодорожном переезде, то есть тут нужно сделать и велодорожку через этот мост, автомобильное сообщение, все это нужно, да. Этот проект перевели вместе, что его нужно реализовать вместе с Раэлбалтиком. У Раэлбалтика на это денег нет. Это дополнительное решение. Да, вот интересно, если мы говорим, вот в первой части говорили, действительно, о тех льготах, которые можно было давно уже вернуть, я имею в виду, к примеру, по проезду в общественном транспорте. Вообще, некоторые ограничения, ну, вызывают недоумение. Они, кстати, очень сильно ударяют именно по бизнесу вот этих небольших кафе, бестро, ресторанов в Риге. Ну, к примеру, мы знаем, что у нас уже с 15 числа, с 15 мая можно собираться группами до 25 человек. Ну, оказалось, что кафе и ресторанам, как это ни удивительно, это не относится. То есть, по-прежнему за столиком могут сидеть два чужих человека, ну, друг к другу, или семья. При этом, во многих местах даже просят расписаться, что это действительно семья. Но это, по-моему, абсурдно, что вирусы не любят именно кафе и рестораны, а другие помещения, где 25 человек сидят, любят. Почему? Три человека не могут за одним столом сидеть. То есть, некоторые какие-то вещи... Потому что зачастую это коллеги, которые контактируют по работе. Конечно. Вот вы сейчас в своей редакции, да, или здесь... Да, пошли перекусить. Мы не можем втроем перекусить. Здесь все. Здесь вы общаетесь у себя в помещении, здесь вы вместе говорите, вы общаетесь, вы переходите в кафе, и дальше вам нужно или изображать семью, или... Да. Не будем развивать эту тему, да, или отсчитывать два метра. Ну, самое главное, что кафе, естественно, бизнес очень страдает, потому что, во-первых, мало того, что столики, количество сократилось из этих двух метров, еще фактически и количество людей за столиком уменьшилось. Если так дальше пойдет, то летний кафе многие просто не откроют. Но только что вот с вами говорили о том, как государство должно или должно ли государство помогать, да? Я думаю, что нам всем это нужно принять как данное, что вот в ходе этого кризиса больше всего пострадало в Латвии это Рига. Мы приняли на себя больше всего. Почему? У нас больше всего ресторанов, у нас больше всего гостиниц. И к нам сейчас, как бы нам не хотелось, туристы в таком плане не поедут. Мы уже знаем все. Попробуйте сейчас найти себе место, ну, какой-то вот сельский туризм. Все уже будет давно зарезервировано. Я думаю, если мы с вами сейчас поедем в Лепую, там тоже гостиницы, наверное, работают и все более заполнено. И маленькие такие города, как Цессис, красивые, Кулдыга, они тоже уже будут запрошены. У нас по-прежнему самое тихое место в Риге. Это старый город. Да. Как будто... Раньше говорили кладбище, сейчас старый город, да. Там, увы, ну, так это и есть, потому что не работают рестораны, не работают гостиницы, и очень жаль, хорошо, что на самом деле это принято решение администрации по поводу того, что не берут вот эту пошлину за столики около своего кафе, да, ресторана. Они больше и больше начали появляться, и мы тоже себя более как-то безопасно чувствуем, когда сидим за столиками на улице, а не в помещениях. Но этого явно недостаточно. Поэтому сейчас возникают очень большие вопросы. Что будет дальше? Как будет с арендой? Как этот бизнес будет развиваться? и все сейчас сидят и еще опасаются, а что будет зимой, да, вообще, ну, как, в то же самое время в следующий год это чемпионат мира по хоккею, извините, нам тоже надо готовиться к тому, как это все пройдет. Многие подзабыли, а это все пройдет в двух городах, в Риге и в Минске. Да, и в Риге пройдет, мы знаем, что поменялась еще группа, по-моему, Россия будет играть в Минске, но у нас будет играть Канада, да, ну, извините, очень сильная страна, многократный чемпион мира, то есть это тоже будет большая интрига, я вот сейчас дома, тоже надо поговорить с руководством Федерации хоккея, как они готовятся, потому что сейчас с одной стороны ты сидишь и не понимаешь, это будет реальный или виртуальный проект, да, поэтому сейчас ситуация на самом деле очень непростая. Да, вот интересно, может быть, так вот в завершении еще одна тема, которая, я думаю, получит развитие в наших эфирах, когда вы будете опять к нам приходить, к примеру, через неделю мы можем поговорить. Сейчас вот такое ощущение создается, что целому ряду, может быть, чиновников, политиков, не очень-то хочется, чтобы действительно рижане в значительном количестве пришли и поучаствовали в выборах, потому что, когда ты смотришь инструкцию закошмаривания избирателей, вот, которая издала Центр избирком, и когда они говорят, там, не знаю, 25 мая, заметьте, что 29 августа нужно будет там обезопасить себя, приходить в респираторе чуть ли не в противочумных костюмах на избирательные участки, и это на людей действует, особенно на пенсионерах, может быть, и вам, и другим, может быть, вашим коллегам, примеру, по честь служит Риге, надо будет тоже как-то разъяснять избирателям важность того, чтобы в городе были их представители, чтобы в сентябре была законно избранная дума, а не три чиновника администрации. Знаете, очень важно, вы абсолютно правы, потому что часть говорит о том людей, что, может быть, не придут голосовать, потому что боятся, на самом деле, вот это закошмаривание, ну и на самом деле, мы не знаем, что будет в августе. С другой стороны, ко мне больше и больше подходит людей, которые говорят, «На улице подходит, да?» Городом нужно, да, он подходит на улице, узнаваемость есть, и говорят, городом нужно руководить, нужно как никогда принимать решения, не бояться принимать решения, потому что, когда все хорошо, тогда все хорошо, тогда нет никакого искусства, руководить городом, когда тяжело, и, ну, наверное, в это время, в такие тяжелые дни нужно прагматичность, но должен быть хозяйственник. И, в принципе, вот подходят люди, не говоря о том, за кого они будут голосовать, но говорят о том, что надо пойти проголосовать, потому что в городе должен быть хозяин, в это время нужно принимать решения, нужно не бояться принимать решения, и должны быть депутаты. И то, что мы говорили, опять сейчас, неважно, кто будет у власти, но когда депутаты, 60 депутатов, которые делятся на позицию, на оппозицию, они дискутируют, они принимают решения, вам что-то может нравиться, не нравиться, но вы слушаете, вы принимаете мнение или оппозиции, или позиции, вы слушаете аргументы, вы высказываете какие-то другие идеи, но в споре все-таки рождается истина, по крайней мере, должна родиться. Поэтому в данном случае это нужно, это необходимо. С этой точки зрения я обращаюсь, на самом деле, к избирателям, обязательно приходите. То, что касается, что будет, ну, на мой взгляд, мне не совсем понятно, что мы должны на избирательный участок приходить в маске. Ну, хорошо, мы с вами оденем маску, придем, мы покажем свою ID-карту, ну, наверное, ее тогда нужно будет сличать с физиономией, да, в противном случае, я, конечно, посмеялся, сказал на передаче в понедельнику Зандерса на ТВ-24, да, у него такая длинная борода, я говорю, тебе не нужно будет снимать маску, у тебя борода, как там было, уши и хвост, да, доказательства, просто квашена в мультике, поэтому, ну, не знаю, я думаю, что многие из нас на самом деле не знают, какая будет повестка дня в августе, то есть, вот, возвращаясь к школе, мы же не знаем, что будет, будет ли линейка 1 сентября, гладиолоса подкупать, надо или нет, да, мы с вами не знаем, что будет, какая будет ситуация, да, поэтому сейчас, это, если говорить серьезно, это на самом деле серьезная вещь, которой нужно готовиться всему педагогическому коллективу и, конечно, нам с вами родителям. То же самое голосование, ну, давайте просто подождем. Да, много звонков, добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Абикс, во-первых, благодарю вам, что вы пригласили сегодня действительно компетентного, профессионального, умного человека, который не разговаривает лозунгами или какими-то там, знаете, как абстракциями, как когда-то, он знает любую улицу, знает, знает боль, где-то что-то, он... Спасибо, спасибо, я начну зазнаваться, не надо. Теперь конкретно, теперь конкретно. В Весминграйсе очень, все благодарны, во-первых, за реставрацию, не реставрация, капитальный ремонт Дома культуры Домбровского, 31-й школа, а Юрникс, я когда-то играл в футбол, прекрасно, один из самых прекрасных полей было в Латвии, сейчас оно, ну, как бы там запущение, вот там можно, и каток, и что-то, понимаете, чтобы не всех ездили в центр города, вот эти все, Пурцем, Весминграйс, что-то делайте здесь, я честно говорю, что вы действительно переживаете, я не знаю, господин Ушаков, это Ушаков, он уехал, и он сказал, ребята, давайте здесь делайте сами, что-то, ну, сами и сами, а я хочу услышать, вот что делается по конкретным, вот этим, не центр города, да, а вот, спасибо, спасибо большое, сразу хочу сказать, это никакой не заказной, мы не знаем этого радиослушателя, так что точно мы с ним не договаривались, я не виноват, спасибо большое за слова, на самом деле, ну, как я скажу честно, я говорю, как мне легче, а легче мне говорить по конкретной вещи, которые я знаю, это работа в Риге, это мое хобби, да, у меня нет больше другого, у меня нет хобби, крестиком вышивать не умею, Вэтсмил Гравис, Юрникс, абсолютно точно, мы очень хорошо знаем, хорошее местонахождение, сразу же, когда въезжаешь, да, все правильно, проблема в чем, это частная земля, городская земля, только, только, только сбоку, это частная земля, в свое время, там хотели строить магазин, если мне память не изменяет максимум, это было бы неправильно, может ли город приобрести эту землю в собственность, но я скажу честно, таких предложений не было, по закону мы можем купить землю в том случае, если город там должен выполнять свою функцию, если она нужна городу, я сейчас думаю об этом, может быть, надо посмотреть, надо посмотреть в новом плане развития, как она зонирована, я уверен, что это, я почти уверен, что это не зеленая зона, это будет не публичная зона, это зона коммерческой застройки, посмотрим, с другой стороны, владельцы этой земли, ну они тоже так, как собака на сене, там ничего не происходит, они только платят налоги, может они не будут против, да? Я вам скажу, что да, мы сделали поле 40 на 60 метров с искусственным покрытием у 31-й школы, думала сделать какое-то поле около Иринужской школы, но рядом кладбище, нужно забыть эти все старые прожекты о строительстве там бассейна, это невозможно, там вот это, ну санитару капы зоны, да, санитарная вот такая зона, рядом с кладбищем, это нельзя, капитальное строительство делать, естественно, какое-то там благоустройство территории можно сделать, тоже небольшая территория у 46-й школы, которая рядом находится вот с этим бывшим Юрниксом, ну там нужно сделать небольшую какую-то площадку, об этом мы с Борисом Антоновым, директором школы, говорили, знаете, надо подумать, надо подумать, мы в свое время, у нас были довольно неплохие отношения с Федерацией футбола, сейчас там бардак, большее безобразие, чем в Рижской думе, непонятно кто, как будет президент, а может быть дождемся нового руководства, думаю, что там Вадим Лишенко будет скорее всего президентом, и может быть вице-президентом наш бывший коллега, депутат Олаф Пулкс, в данном случае он был от Вене, ты бы от оппозиции, но в отношении футбола мы едины, мы едины здесь, он фанат футбола, и всегда у нас были одни и те же, одни на это взгляды, я думаю, что если мы узнаем, что может быть все-таки они готовы поставить, тоже софинансировать этот проект, может быть, я думаю, что в следующем созыве, сейчас у меня просто мысли вслух, мы могли обратиться к владельцам и купить эту землю, и купить эту землю, а может быть, владельцы бы могли посмотреть и сами предложить Федерации футбола, по крайней мере, если кто-то, кто имеет отношение к этим владельцам, меня слышит, даже вот сейчас, не дожидаясь выборов, я бы мог встретиться, поговорить, и могли бы придумать, как это делать, потому что в Этсмилгравису любая инфраструктура нужна, вот заканчивая в Этсмилгрависе, посмотрите, как хорошо изменился дом культуры, когда восстановлен Земельблазма, и то, что я всем привожу пример, когда мы его ремонтировали, мне говорили, да там все испортят, да кто там живет в Земельблазме, пойдите, посмотрите, какие стены, ничего не поломали, люди меняются, мы меняем инфраструктуру, благодаря этому меняются люди. Вот в завершении, это очень хорошая тема, которую предложил у нас радиосуществ, и может быть, неожиданно для самого себя, фактически, в одном из наших ближайших эфиров, может быть, даже через неделю, в пятницу, в это же время, обсудить как раз развитие микрорайонных, потому что, ну, ясно, что центр, мы много об этом говорим, мосты, дороги, а вот люди действительно спрашивают, Ветсмилгравис, Чеклоккаунс, другой конец, Балдарая, Агентскаунс, вот, кстати, там много чего происходит в Агентскаунсе, все мы знаем. И вот, кстати, я хочу сказать, у меня вчера был, буквально пару секунд, у меня был вчера в Фейсбуке прямой эфир онлайн вместе с Вестером Силенексом, и мы говорили о туризме, вообще о том, что делать, мы же с вами никуда далеко не уедем, куда мы денемся. Да, этим летом мы, по-моему, приехали уже. Ну, дача, это максимально, если у кого она есть, но, в принципе, мы будем у себя здесь, в Латвии, почему бы не организовать пешеходные, велосипедные экскурсии, ну, не по центру города, или не только по центру города, по центру города, само собой, но организовать по нашим районам. Это было бы тоже довольно интересно. Зеленая зона, та же Манголь стала. По отдельным районам лучше все-таки дневное время суток. Ну, ладно, 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 темнеет поздно, да? Ну, вот, кстати, вот вам советовал пригласить к себе Татьяну Фаст, это журнал «Открытый город», она сегодня, я с ней говорил только что перед эфиром, она высказала очень интересную идею вести рассказ об истории отдельных домов нашего города. И она сказала очень правильную идею. У нас мало мемориальных табличек ни политикам, ни кому-то, а вот конкретно Константин Пекшин, многие такие люди, которые, ну, имеют которые забыты несправедливы, между прочим. Да, 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 да. Очень-очень интересны. И вот это те вещи, которые мы, кстати, могли бы делать, не откладывая, не дискутировая, долгий ящик, вот сейчас, потому что у нас сейчас с вами, дорогие друзья, ну, есть много времени. Нам некуда больше, только у себя узнать. А у нас в эфире как раз времени больше нет. Олег Буров был у нас в прямом эфире. Спасибо большое.